Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, а вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться на нашем канале. Вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто. В том числе и обзоры на различные модели машин, где мы детально разбираем особенности тех или иных автомобилей в БУ-виде, рассматривая их на подъемнике. Корейские автопроизводители предлагают очень широкую номенклатуру моделей. Есть в этой группе и седаны, причем абсолютно разного класса, от компактных до представительских. Если вы ищете для себя экономичный шустрый автомобиль для города и непременно в кузове седан, вполне возможно, вы будете рассматривать корейские авто. Но если такие позиции, как Solaris и Rio, уже слишком прочно обосновались в службах такси и каршеринга, и найти подобную машину за относительно вменяемые деньги становится все сложнее, в плане, конечно же, состояния, то можно посмотреть на старшие по линейке модельного ряда вещи, такие как, например, Hyundai Elantra, о шестом поколении которой мы сегодня и поговорим. Встречайте, Hyundai Elantra, кузов AD. Hyundai Elantra шестого поколения в кузове AD появилась в 2015 году. Эта машина выпускалась 5 лет, по 2020. При этом на рубеже 2018-2019 года машину провели через рестайлинг, в ходе которого обновили внешность, которая стала современнее и слегка агрессивнее. На российском рынке эту машину можно было купить с одним из двух вариантов бензиновых моторов. Младший в линейке 1.6 на 128 лошадиных сил, либо старший двухлитровый на 150 лошадей. Машины были с механическими шестиступенчатыми коробками, либо за доплату можно было дооснастить автомобиль автоматом также на шесть передач. Привод у модели был сугубо передний. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска 1.6 под капотом и автоматическое КПП. 6-я Elantra не маленький автомобиль. Длина этого седана 4 метра 57 сантиметров, ширина 1,80 метра, а высота 1,45 метра. При этом колесная база 2,70 метра, что на 2 сантиметра меньше, чем у Toyota Mark II в сотом кузове. Так что места для ног в этом седане должно быть достаточно. Толщина локкрасочного покрытия у Elantra типична для большинства корейских автомобилей. Разброс показаний толщиномера будет лежать в диапазоне от 90 до где-то 130 микрон, если говорить про родную краску. Что касается качества самого ЛКП, в данном случае оно далеко не самое крепкое. Elantra к почтенному возрасту успевают обрастить царапинами, затертостями и сколами, благодаря в том числе и кленовидному передку. Что касается коррозии, на этих автомобилях, особенно если машина пришла из региона, где на широкую ногу поставлено использование в зимний период антигололедных реагентов, обязательно осматривайте ее снизу, в зоне риска пороги и колесные арки. Также часто попадается и подкрашенный козырек крыши. Причина все та же – сколы и начинающий рыжить металл. Про тускнеющие хромированные детали кузова, а также про мутнеющую со временем при интенсивной эксплуатации переднюю оптику, говорить, пожалуй, не будем. В принципе, это не типичная проблема, лишь только для данной модели. А вот на что следует обратить пристальное внимание при осмотре именно Elantra, именно в шестом поколении, это трапеция дворников. С годами трапеция может терять подвижность и от недостатка смазки со временем банально заклинивать. Чтобы это предотвратить, после покупки подобного автомобиля рекомендуем на всякий случай обслужить трапецию дворников и добавить туда дополнительный смазочный материал. Что касается салона этого автомобиля и проблем по части электрооборудования, здесь стоит отметить пару вещей. Вообще по салону Elantra воспринимается либо как широкий Solaris, либо как низкая Creta. Что-то среднее. Элементов от прочих моделей концерна здесь много. И это следствие унификации внутри модельного ряда. В принципе, в этом ничего плохого нет. Сидеть здесь удобно, все под рукой, к органам управления не приходится тянуться. Кстати говоря, пробег этого автомобиля всего 50 тысяч километров, поэтому никаких следов износа и присутствия предыдущего собственника здесь практически нельзя обнаружить. Материалы отделки, верхняя часть панели в данном случае у нас мягкая, низ, к сожалению, довольно-таки дешевый, равно как и пластик на дверных картах. Вообще пластика здесь, кстати, много. Сидения удобные, по этой части претензий к ним нет. Рулевое колесо имеет регулировку, причем в огромном диапазоне по вылету и по наклону, правда она механическая. Ну а по части электрооборудования проверьте на всякий случай функционирование подогрева в сидении. На элантрах подогрев может не работать, как по причине повреждения самих нитей, если, например, кто-то удосужился встать на сидение коленом, приложив большой вес в небольшую точку, либо по причине выхода из строя блока управления. Ну а про сбоящие датчики парктроника, если они на автомобиле имеются, упоминать не будем. Это вообще общая проблема для большинства моделей тех лет всей линейки Hyundai и Kia, начиная от Sportage и заканчивая AX35. Как правило, проблема заключается в том, что банально отгнивают провода. Под капотом элантры первым базовым двигателем был мотор с объемом 1,6 литра на 128 лошадиных сил. Индекс этой силовой установки G4FG. Этот мотор был получен путем модернизации G4FC, хорошо знакомого по Hyundai Solaris. Двигатель довольно-таки простой по конструкции. Это алюминиевая рядная четверка с чугунными гильзами. Здесь два верхних распредвала. Муфты-фазовращатели системы CVVT стоят на обоих распредвалах. Используется коллектор переменной геометрии, так называемый WIS. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива. А также на двигателях, выпущенных после 2014 года, то есть на всех моторах на элантре, пластинчатую цепь Морзо в приводе ГРМ компания заменила на роликовую, которая демонстрирует более высокую надежность и ходит уже свыше 150 тысяч километров пробегов. Без каких-либо вопросов. Постая конструкция данного движка обуславливает неплохую надежность этого агрегата в целом. Если не обращать внимание на прокладки и сальники, которые к пробегам под 150-200 тысяч практически гарантированно начнут где-то пропускать масло. Клапанная крышка, задний сальник коленчатого вала, два самых типичных момента, которые можно встретить под капотом элантры. Кроме того, помните, что как и G4 FC на Солярисе, эти моторы работают довольно шумно. Основную свою лепту в шум вносят форсунки. Топливные форсунки цокают довольно громко. Это особенность, к которой просто придется привыкнуть. По сути дела, основной ахиллесовой пятой данных двигателей является каталитический нейтрализатор. Ради высокого экологического класса и более скорого начала работы самого нейтрализатора, его здесь разместили практически впритык к головке блока. Используется так называемый кат-коллектор, то есть выпускной коллектор, совмещенный с каталиком. При разрушении каталитического нейтрализатора пыль попадает обратно в цилиндры и в том числе приводит к появлению задиров. Кстати, даже если каталитический нейтрализатор на машине, который вы смотрите, уже удален, крайне полезным будет использовать видеоэндоскоп и осмотреть поверхность цилиндров. Если же вам повезло и вы приобрели подобный мотор без проблем по поршневой группе, будете менять в нем масло хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега и не лить сюда что попало, этот двигатель отбегает свыше 300-350 тысяч километров. При этом динамика у машины с таким двигателем уже неплохая. С механикой Elantra 1.6 разгоняется до сотни за 10,1 секунды, а с автоматом за 11,9. Расход топлива вас здесь также порадует. Ну а по прочим неисправностям здесь на самом деле все не так и страшно. В основной массе владельцам подобных машин на больших пробегах приходится сталкиваться, по сути дела, с заменой с боящих катушек зажигания, которые здесь индивидуальные, своя на каждый цилиндр. Ну и поддерживать в нормальном состоянии дроссельную заслонку, то есть периодически ее чистить. Двухлитровый мотор под капотом Elantra это G4NA. Двигатель опять же обновленный, это тоже 4 цилиндра, тоже цепной привод ГРМ, фазовращатели, практически повторяющий по своим конструктивным особенностям двигатель 1.6. Этот мотор также можно встретить под капотом таких автомобилей, как например Hyundai X35, Kia Sportage или например Hyundai Creta. Причем в зависимости от года выпуска по этому двигателю могут быть некоторые различия в конструкции. Так в частности на машинах после 2016 года производитель начал таки применять форсунки для охлаждения днища поршня, что исключает возможность прихвата юбки поршня к стенке цилиндра и соответственно предотвращает появление задиров, во всяком случае в теории. Но в целом количество обращений по модернизированным моторам значительно ниже. Хотя это не отменяет рекомендации не полениться выкрутить свечи и заглянуть в цилиндр эндоскопом. Двухлитровый мотор на 150 лошадей также имеет неплохой ресурс, порядка 350-400 тысяч километров пробега. При осмотре такого двигателя лучше обратить внимание на отсутствие посторонних звуков со стороны цепи ГРМ и муфт-фазовращателей. С двумя литрами под капотом Элантер превращается в довольно динамичную машину. Разгон с нуля до сотни на механике занимает всего 8,8 секунды, а на автомате 9,9 секунды. Какой двигатель предпочесть решайте сами, но определяющим фактором в данном случае должно стать состояние агрегата. Что касается коробок передач на этих автомобилях, на самом деле, что автоматическая, что механическая коробка на Элантрах – это надежное КПП. Если не превращать автомобиль в гоночный болид, не злоупотреблять светофорными гонками и не шлифовать слишком много на бездорожье, для которого, в принципе, этот седан не предназначен от слова совсем, коробки будут жить долго. Автоматические КПП, правда, на заре выпуска данной модели, отметили целым рядом детских болячек, связанных с гидроблоками, вернее, с соленоидами гидроблока, а также с температурным датчиком коробки. Но все эти вопросы компания решила к 2016 году. Так что на машинах более свежих проблем с КПП, по идее, быть не должно. Но на тест-драйве, конечно, в любом случае убедитесь, что коробка отрабатывает исправно. КПП на этих машинах довольно скорострельное, но при этом не дерганное. Работать она должна все же плавно. Не забудьте продиагностировать машину на предмет отсутствия ошибок по КПП сканером. Ну и, конечно, на всякий случай после покупки желательно заменить масло. Хоть формально коробка и считается необслуживаемой, но продлить срок ее жизни поможет замена рабочей жидкости раз в 60 тысяч километров. Тогда ресурс вашего автомата перевалит за отметку в 250 тысяч. Что касается механики, вопросов по ее начинке на самом деле здесь нет. Ресурс компонентов сцепления что-то около 100 тысяч километров пробега плюс-минус в зависимости от режима эксплуатации. Если машина ездит по трассе, сцепление, считайте, почти вечное. Городские пробки сокращайте этот интервал в полтора-два раза. Основные проблемы на Элантрах с большим пробегом у механики обычно бывают с механизмом выбора передач. Кулиса банально разбалтывается. Но в целом, несмотря на некоторые неудобства при городской эксплуатации, вопросов по механике тоже нет. Ну а перед тем, как посмотреть на шестую Элантру снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету, вооружившись рулеткой. Каталожное значение клиренса для данной модели это 150 миллиметров. Сейчас проверим, так ли это на самом деле. Реальность показывает, что расстояние от поверхности земли до металлической защиты моторного отсека всего 14 сантиметров. Задний край переднего бампера находится от земли на расстоянии 16 сантиметров. Резиновый брызговик в 14. Расстояние до отбортовки порога за передним колесом ровно 16 сантиметров. Задняя часть машины немножко повыше, порядка 17. И расстояние до брызговика за задними колесами это 19 сантиметров. Кстати, банки глушителя в данном случае находятся у нас в габарите заднего бампера. Так что при парковке задним ходом вы ими точно не зацепитесь. Ну а между колес пропускать высокие препятствия, наверное, все же не стоит. Хотя эта машина демонстрирует более высокие показатели дорожного просвета, нежели многие японские, заметим, не спортивные автомобили для внутреннего рынка. Наподобие Toyota Sienta или 20 Prius. Что касается ходовой части Elantra, в данном случае подвеска у автомобиля простая. Фактически такая же, как и у Hyundai Solaris. Спереди у нас MacPherson, а сзади балка. Шаровые опоры, кстати говоря, в данном случае по корейской традиции меняются отдельно от рычага. И для замены шаровой не придется демонтировать рычаг. Она на болтовом соединении. Ресурс компонентов ходовки Elantra, если говорить про переднюю подвеску, на самом деле далеко не запредельный. И в среднем рулевые наконечники и тяги здесь ездят под 50 тысяч километров пробега. Стойкие втулки стабилизатора плюс-минус также. Ступичные подшипники, в зависимости от установленных на автомобиле дисков, водительских привычек и качества дорог, где машина эксплуатируется, живут в среднем около 80-90 тысяч километров пробега. Примерно столько же и упомянутые шаровые опоры. А ресурс амортизаторов здесь очень сильно зависит от того, какого качества дорожное покрытие. И может достигать 150 тысяч километров, если говорить про оригинальные стойки. Рулевая рейка в данном случае электрическая. Какой-либо повышенной хлипкостью не страдает. И до 100 тысяч километров, по идее, вообще никак себя проявлять не должна. При осмотре автомобиля снизу, особенно если речь идет про машину с механикой, обязательно посмотрите, чтобы у вас не текли сальники приводов. На МКПП подобный дефект встречается чаще. Также обращайте внимание на то, чтобы стык двигателя и коробки передач был сухим. Ну и вообще на отсутствие масляного загрязнения на двигателе. Самый частый виновник протечек – это прокладка клапанной крышки. Что касается антикоррозийной обработки. На самом деле у Elantra кузов снизу закрыт антикором гораздо плотнее, чем на, например, автомобилях для внутреннего японского рынка. Этому автомобилю 6 лет. И даже в тех местах, где заводской антикор так или иначе пострадал вследствие контакта с нашей дорожной реальностью, никакого рыжего налета снизу нет в помине. Ну а центральная часть тоннеля, где проходит выхлопная система, закрыта по большому ширу теплоэкранами. Также обращает на себя внимание большая площадь пластиковой защиты по низу автомобиля. В задней части картина та же. Причем антикорроз здесь отнюдь не меньше. Обработано тут практически все, кроме усилителя заднего бампера, на котором на автомобилях даже в возрасте 4-5 лет вполне могут появляться очаги ржавчины. Правда, в основном поверхностные. Топливный бак объемом 50 литров. В данном случае у нас металлический. Правда, с завода изрядно обработан антикоррозийным составом. Задняя подвеска по конструктиву – это самая обычная балка. Два сайленблока, две втулки амортизаторов и пружины. Выходить из строя здесь по большому счету нечему. На элантрах задние тормоза, как и передние, у нас дисковые. И с тормозной системой у этих автомобилей связан один слабый момент. Это проводка датчиков АБС на задних колесах. Она здесь достаточно уязвимая. И если у Элантры вдруг горит сигнальная лампа, и антиблокировочная система выдает ошибку, и, соответственно, не работает, начинайте поиск неисправности именно с задней оси. Выводы по модели будут следующие. Если вы отчаялись найти себе живой Солярис, посмотрите в сторону Hyundai Elantra. Эта машина чуть крупнее, поинтереснее внешне, может быть лучше оснащена, если говорить про верхние комплектации. Ну, а в плане агрегатов здесь все так же, как и у других корейцев. Обязательно проверяйте двигатель видеоэндоскопом на предмет отсутствия задиров. Но если вам повезло, и вы нашли живой вариант, при нормальном обслуживании это очень ресурсная машина. Коробки передач вообще не вызывают нареканий. Ну, а подвеска и ее несколько меньший. По сравнению с другими одноклассниками ресурс, некоторых ее компонентов компенсируется невысокой стоимостью ее обслуживания и ремонта. На сегодня это все. Если у вас была или есть Elantra шестой генерации, вы проехали на нее не одну сотню тысяч километров, вам есть, в чем нас дополнить и в чем нас поправить, пишите все это в комментариях. Людям, которые ищут себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Ну, а вам спасибо за просмотр. Если обзор понравился, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока!